Волонтёрство — это же не только пропитание. Люди не идут туда, чтобы поесть, пообедать. Я знаю несколько кейсов, когда ребята преследуют цель залутать классный мерч. Да, мерч реально классный, бывает. Плюс ко всему, не скажу, что работа волонтёра прям бесплатная. Сталась членом волонтёрского штаба, была атыша команды из Узбекистана, с которым до сих пор мы общаемся. Конечно, это нереально вообще. Всем привет, и это новый выпуск подкаста. Сегодня у меня в гостях Мария, ученица 11 класса Мабусош номер 6, и Эржена, ученица СУФУ. Сегодня мы обсудим самую, наверное, такую интересную и щупетильную тему. Это тема волонтёрства. Две очаровательные девушки, мы с ними знакомы уже очень давно. И мы также знакомы с ними, по большей части, в сфере волонтёрства. Расскажите вообще немножко о себе, как вообще связано с темой волонтёрства, и чем вообще занимаетесь по жизни. Ну, во-первых, как ты уже сказала, я выпускница 11 класса, 6 школа города Якутска. Сейчас у меня, конечно, немножко мало времени остаётся на волонтёрство, но буквально полгода назад я активно всем этим занималась. Да и сейчас, в принципе, занимаюсь. Вот мы с тобой, допустим, знакомы... Вообще, мы знакомы с детского сада с тобой. А так, вместе с тобой находимся в отряде киберволонтёры ЕКТ при Дворце детства. Ездим по школам, рассказываем ребятам о том, как правильно нужно вести себя в интернете, что нужно делать, если тебя взломали, ну и так далее, и так далее. Вообще, моя волонтёрская деятельность началась очень интересно. Прям очень интересно она началась. Потому что, ну, до класса 8-го я как-то и не думала, как-то вступать в это волонтёрское движение. Но потом я пришла на собрание в Дворец детского творчества, да, на собрание юного горожанина. И забегает руководитель отряда киберволонтёра ЕКТ и говорит, ребята, нам нужны люди для фотографии. Просто наденьте наши толстовки, мы вас просто сфоткаем для кадра. Вот, а потом вы пойдёте. Ну, в итоге мне так понравилась эта оранжевая толстовка, что я в итоге вступила в отряд киберволонтёра ЕКТ, и я ни капли не жалею об этом, потому что благодаря этому я смогла много где побывать. И не только в сфере киберволонтёрства, но и с событийным волонтёром я смогла побывать, я смогла побывать и социальным волонтёрным. В общем, попробовала всё, что можно было. А ты, Аржена. Всем привет, меня зовут Ускея Варжена, я являюсь студенткой СУФУ, учусь на втором курсе в Педагогическом институте. Вообще волонтёрской деятельностью занимаюсь с 2018 года, и вот этот порыв появился после проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и после проведения «Дети Азии», которые проходили в 2016. На моём счёту около 20 мероприятий различного уровня, начиная от муниципальных, заканчиваясь российскими. В 2022 году я ездила в Владивосток на международные спортивные игры «Дети Азии», являлась членом волонтёрского штаба, была атташе командой из Узбекистана, с которым до сих пор мы общаемся. Очень крутой опыт, так что всем рекомендую. Вот. Зачем вообще в нынешнее время заниматься волонтёрством? Зачем я буду делать ту работу, за которую я могу получить деньги, а не просто эмоции, по вашему мнению? Ну, во-первых, как сказать, получить деньги просто за работу? Да, не всегда это человеку… Ну, то есть он отучился на ту или иную профессию, но не всегда это человеку доставляет радость. Да, вот. Недавно мы писали индивидуальный проект, так сказать, на тему того, кем мы хотим стать. И там бы чётко нужно было прописать, почему ты именно эту работу выбрал. В общем, важно то, чтобы тебе эта работа нравилась. Если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице дальше, то тебе нужно, чтобы это нравилось. А если тебе просто за эту работу платят деньги, да, но она тебе не нравится, то вот этого как-то, ну, смысла, что ли, нет? Плюс ко всему, не скажу, что работа волонтёра прям бесплатная, да, деньги за неё не получают, но при этом всё там получают различные эмоции, там можно завести какие-либо связи, у меня так рука хорошо двигается, вот. Обзавестись различными связями, которые помогут тебе в будущем. Можно даже встретиться со знаменитостями, то есть это исполнить детскую мечту, вот, встретиться с какой-то знаменитостью, просто побывав на каком-то мероприятии, это же вау. Ну, у меня история больше про то, что волонтёрство для меня — это альтруизм в чистом виде, плюс это классный нетворкинг, сильное окружение, большое комьюнити активных и мотивированных ребят, поэтому, когда я вообще начинала свою волонтёрскую деятельность, я в первую очередь преследовала цель — это помочь людям, и второе — это познакомиться с классными ребятами, со своими сверстниками, которым также интересно вносить маленькую, но частичку в большое дело. Для меня волонтёрство — это ещё и про то, что ты… Ну, жизнь одна, к сожалению, мы не можем прокрутить её ещё раз, там, переучиться и остаться тем же самым молодым, вот. Я так сказала, как будто мне уже 40 лет, ну, ладно, ну, надеюсь, скоро будет, даже буду 40, вот. Но это ещё и способ попробовать себя в разных сферах, то есть ты никогда не был спортиком, но ты можешь быть волонтёром спортивных мероприятий и хоть как-то прикоснуться к этой сфере жизни и деятельности, а также, поскольку вот я ещё школьница, то это очень крутой способ, чтобы понять, а что мне вообще нравится. Может, я вообще, типа, не люблю работать с людьми и хочу как-то сидеть в офисе в замкнутом пространстве. Или наоборот, там я… Вау, мне там зашла тема политики. Вот мы с Серженой ещё были вместе на международном… Какой-то был конгресс, конгресс по атомной энергетике, вот, он проходил в Саха-театре, вот, и то есть там были тоже разные крутые шишки, и ты всё слушаешь и такой, блин, я хоть как-то прикасаюсь к этой сфере. И это очень действительно хороший опыт, который поможет в различных сферах жизни и деятельности в дальнейшем. Если ты умеешь быстро и качественно выполнять свою работу, если ты хорошо общаешься с любыми людьми вообще на любом языке, даже если ты этого языка не знаешь, как в случае там с нашими друзьями из Китая, когда ты сам китайский не знаешь, и вы оба на ломаного английско-русском пытаетесь как-то друг другу что-то объяснить, то в дальнейшем это очень-очень хорошо отразится на твоих вообще speaking skills. Вообще любое крутое мероприятие на высоком уровне не проходит без волонтёров, поэтому если вы участвуете в каком-то ивенте, обратите внимание, есть ли там волонтёры, потому что это люди, которые делают порой невидимые вещи для окружающих, но вся внутрянка, все процессы в них всегда присутствуют и носят жёсткий импакт волонтёры. Да, на самом деле от волонтёров зависит очень многое, вот. Если бы не волонтёры, у вас бы не было там бейджиков тех же самых, не было бы нарезанных брошюрок, не было бы расклеено всех объявлений, гардероб вообще бы не было. Порой волонтёры стоят и в гардеробах, и встречают гостей, провожают регистрации, это всё очень важно. Возможно, вы бы даже не питались, если бы они не организовали кофе-брейки. Поэтому, да, работа волонтёров, она очень важна, особенно на каких-то вот таких вот масштабных мероприятиях, как Дети Азии. Там вообще я и не была на Дети Азии волонтёром. Ты была? Да, я была один раз, но вот в ближайшем времени, летом пройдут восьмые игры, которые вернутся на свою малую родину, они пройдут в Якутии. Также я проходила отбор на зимние игры, которые были в Кузбассе. Я прошла отбор, но, к сожалению, не получилось поехать, потому что даты выпадали прямо во время учёбы. Но мне пришёл инвайт, письмо, типа, приезжай, будем очень рады видеть тебя. И меня распределили на Шерегеш, это горнолыжная база. Блин, если бы поехала, это вообще был бы очень. На самом деле там же огромный объём работ. Я, допустим, очень хотела побывать на Дети Азии, но из-за того, что они выпали именно в тот год, когда я выпускаюсь, у меня нет возможности поучаствовать. Но я надеюсь, что в следующих Детях Азии как-нибудь смогу поучаствовать. Не в этом году, так в других. Вот. Расскажи вообще, как вы это на Дети Азии будете. Немножко забрала роль ведущая. Просто. Получается, игры пройдут летом. Начиная с конца июня начнут приезжать команды. Вообще функционал волонтёра на таком уровне мероприятия очень большой. Как сказала Ксюша, начиная от условно бейджиков, заканчивая культурной программой и так далее. Я была Аташе. Аташе — это человек, который сопровождает определенную команду. Я работала с напарницей. Настю привет. Настя очень опытный волонтёр из Архангельска. Я очень надеюсь, что она в этом году приедет. Очень ждём. И вообще, рассказывая об опыте Дети Азии, могу поделиться тем, что это колоссальный труд, титанический, потому что происходит очень много разных процессов. Тем более, когда ты работаешь с иностранной командой. Выстраивать некие взаимоотношения, начиная от каких-то нюансов, допустим. На примере моего кейса это была команда из мусульманской страны. И был такой момент, что из 12 человек каждый раз пропадал один из атлетов. И мы не могли понять, что происходит. Как оказалось, футболист уходил и читал намаз. Да. То есть волонтёр должен быть очень осведомлённым человеком с большим кругозором, чтобы в любой критической ситуации быстро отреагировать. Плюс очень сильно вырабатывается критический интеллект. Поэтому это очень крутая тренировка, скажем так, для мозга. И развитие как хардскилов, так и софтскилов. Какими вообще качествами должен обладать идеальный волонтёр, по вашему мнению? По мне, идеальный волонтёр, он, знаете, представляет вот этих вот идеальных людей, которые там… Могут не спать, не есть и только-только работать. Конечно, это нереально вообще. И, возможно, там люди, которые нанимают как раз таки волонтёров, думают, что вот именно такой волонтёр и должен быть. Не спит, не ест, да. Вы что, хотите поесть? Нет. Вы что, работайте дальше? Ну, на самом деле, как по мне, идеальный волонтёр, он, помимо того, что должен уметь и знать всё во всех областях, хотя бы по чуть-чуть, да, не обязательно вот быть гением инженерии и там что-то, просто вот по чуть-чуть знать во всех областях, знаешь, как педагоги. Знаешь. А ты на педагогу учишь что-то? Да. Прости. В начальной классе. Вот, то есть как педагоги должны знать по чуть-чуть в каждой сфере деятельности, неважно, какой предмет ты там преподаёшь. Он ещё должен уметь налаживать контакт с людьми, он должен быть ответственным человеком, потому что, ну, безответственный волонтёр – это не волонтёр, потому что у волонтёра много обязанностей. также я не могу представить себе волонтёра, который бы не кипел какой-то жизненной энергией, потому что, ну, вот такой вот пассивный человек и волонтёр, ну, ты даже не определишь, вот ты волонтёр, что ли, ты пассивный человек, ну, возможно, это как-то грубо будет сказано, но я не могу представить волонтёра пассивным человеком. Вот, как по мне, там обязательно должна обурлить хоть какая-то энергия, кипеть и гореть интересом к этому делу. Вот так что, по мне, вот самая важная черта в волонтёрстве, чтобы он был идеальным волонтёром – это стремление, чтобы старался он и чтобы в нём кипела энергия. Вот, как по мне, это идеальный волонтёр. Ну, я считаю, что это в первую очередь большие энтузиасты, люди с активной жизненной позицией, обладающие все возможными различными качествами – это и ответственность, коммуникабельность, чувство эмпатии, готовность помочь в трудную минуту, знание языка очень сильно приветствуют в мире волонтёров. Окей, даже если это не английский, то любой другой иностранный язык – это огромный плюс для волонтёра. особенно, если ты принимаешь участие в отборе на какие-то международные мероприятия. Поэтому, если кто-то заинтересован участвовать в волонтёрской деятельности, то изучайте языки, прокачивайте себя. И для меня, допустим, волонтёрство – это также крутой способ для путешествий, потому что я проходила всероссийский отбор и ездила в Казань по программе мобильности. Это программа, которая позволяет волонтёрам бесплатно посетить какое-то мероприятие, но отбор там, конечно, очень-очень сложный. Поэтому развивайте все свои качества и подавайте заявки на различные ивенты. Вообще, мне кажется, главное качество не только в волонтёре, а вообще в целом в человеке – это от сердца к сердцу. Когда люди начнут… Ну, волонтёрство – это вообще в большей сфере это общение с людьми. Вообще, хоть ты там даже сидишь в подсобке, нареждаешь бейджики или там организовываешь кофе-брейк, всё равно тебе приходится общаться и с руководителем, и ещё с кем-то. И когда ты относишься к человеку сердечно, и не из-за того, что там, я сейчас скажу вот так, чтоб меня там не поругали, или чтоб меня потом ещё раз позвали. Нет, а из-за того, что… А я не могу по-другому. Давайте поговорим о таком. Щепетильно. Были ли какие-то вот случаи, когда организаторы такие «Нет, мы не закупили там вам еду, вы не кушаете, а вы что с собой не привезли, условно, базовой потребностью у вас нет возможности даже пополнить их». Были ли такие случаи с организаторами? Ну, я, возможно, конечно, чего-то не помню, но, по-моему, у меня ситуация именно где меня не кормили, да, либо где они не предупреждают, потому что обычно же обязаны кормить их больше четырёх часов работы, да. У меня либо меньше четырёх часов было работы, либо же там меня обязательно кормили, вот. Ну, конечно, с некоторой стычки с организаторами мероприятия – это, так скажем, будни волонтёры, да, потому что не все волонтёры, они, да, не все волонтёры согласны с той или иной ситуацией, да, иногда приходится просто вот улыбаясь, да, хорошо, мы сделаем это, хотя ты считаешь, что, ну, можно сделать по-другому, это будет намного лучше, но слово «организатор» – закон. А некоторые, ну, бывают такие ситуации, когда волонтёры могут, конечно, посопротивляться организаторам, потому что, ну, так же будет лучше, да, и в итоге лучше, конечно, не спорить вот так вот яро с организаторами, лучше прийти к компромиссу, вот. Но если волонтёр всё-таки настоял на своём, и это получилось очень круто, то я считаю, что, в принципе, ничего страшного нет. Вообще бывают разные организаторы, поэтому нужно быть избирательным при выборе какого-то мероприятия. Я каждый раз переживаю за своих младшеньких, у меня младшие брат и сестра тоже, скажем так, идут по моим стопам, тоже будут принимать участие в «Дети Азиях», и также есть ребята, которых я консультирую, когда они отзываются, мол, я вот хочу стать волонтёром, но я не знаю, что делать. Вообще первый шаг – это зарегаться на портале Добро.ру. Это официальная платформа, на которой вертифицированные организаторы выставляют какие-то грядущие мероприятия, в которых вы можете принять участие. Также стоит обратить внимание на галочку, то есть проверена ли эта организация, чтобы быть уверенным наверняка. Насчёт твоего вопроса, да, бывают такие случаи, когда недобросовестные организаторы могут злоупотреблять волонтёрами и функционалом. Поэтому важно знать свои права, обязанности и в случае, если где-то вас ущемляют, либо где-то пренебрегают, опять же, как-то объяснить и дать понять, что нет, это не когда приходит мой функционал, когда приходят какие-то двоедочные границы. Вообще волонтёрство – такая тема очень обширная, на неё можно дискутировать и обсуждать очень-очень долго. К большому сожалению, есть явление то, что не до конца понимает трактовку данного понятия, поэтому, думаю, стоит объяснить то, что волонтёр – это в первую очередь доброволец, который занимается каким-то видом деятельности на добровольной основе, на безвозмездной основе. Так что будьте внимательны, выбирайте проверенных сертифицированных организаторов. Давайте немножко поговорим с вами и о платформе Добро.ру. Это одна из таких платформ, где ты можешь поучаствовать в разных ивентах предстоящих. Именно с неё идёт те баллы к ЕГЭ, которых так все наслышаны. Именно с неё вы, получается, свой аккаунт прикрепляете к госуслугам. И когда вы поступаете в ВУЗ, они смотрят ваши госуслуги и смотрят там, о, у вас там столько-то часов верифицированных в АУПРУД. Как вам платформа? Как на ней ориентироваться? Что делать с ней? Ну, на самом деле, как по мне, платформа достаточно удобная вообще в функционировании, потому что, ну, как везде есть внизу такая ленточка, да, куда можно и в настройки перейти, и на главную, и в свой аккаунт. И вообще очень удобно находить мероприятие, находить там сертификаты иногда присылают прямо на платформе. Поэтому платформа Добро.ру очень даже удобная. Я помню, там даже можно отправлять, как бы, ссылки к мероприятию. Вот, меня даже пригласили, да, вот, пойдём вместе на мероприятие, то есть подруга-волонтёр, вот. И она отправила прям ссылку с этого приложения, не с сайта даже, с приложения. То есть это тоже очень хорошо, потому что ссылки с приложений, я вообще в первый раз тогда услышала о таком, что можно отправлять ссылку с приложений. Поэтому платформа Добро.ру очень хорошая, как по мне. На этом закончу. Вот вы уже который раз упоминаете про питание. Ну, волонтёрство — это же не только про питание. Люди не идут туда, чтобы поесть, пообедать. Я знаю несколько, да, кейсов, когда ребята именно преследуют цель залутать классный мерч. Да, мерчи реально классные бывают. Я храню тишку, футболку с Дети Азии, там такие классные полуфутболки. У меня есть мерчовый рюкзак. Очень много аккредитаций. У меня вот за период моей волонтёрской деятельности набралось очень много бейджиков, и у меня уже прям целая коробочка. Я там складываю, не знаю, мне кажется, больше 50 уже на данный момент. А насчёт вопроса. Платформа Добро.ру Да, очень классный портал. Насчёт баллов при поступлении. Да, зависит от высшего учёбного заведения, куда вы поступаете, и от количества часов. То есть есть какой-то минимальный порог. Тоже нужно смотреть на официальных сайтах вузов. Типа это может быть и от 100 часов, от 50. То есть метрики нужно смотреть. И сейчас очень стало удобно благодаря этому порталу, что книжка электронная, онлайн, и она прикрепляется к госуслугам. Я когда начинала, это всё было в бумажном формате. Я приходила в добровольческий ресурсный центр, от руки заполняла заявление, что вот я, Эржена, примите меня в ряды добровольцев. Мне на тот момент исполнилось только-только 14 лет. Я помню, как я ходила с мамой писать это заявление. Потом спустя время, после моего первого мероприятия, мне выдали официальную книжку волонтёра, где было написано моё первое мероприятие с подписью и с печатью. То есть сейчас намного удобнее, все эти процессы автоматизированы, так что берите на вооружение, если вам это необходимо будет при поступлении, используйте. Как сказала Ксюша, два лишних балла всегда полезны. Артерпаки бывают абсолютно разные. Где-то это может быть бейджи-катишка, а на более высокоуровневых мероприятиях это может быть начиная от полной экипировки. Как ты говорила, это могут быть и кроссовки. В моём случае были и панамки, рюкзаки, бурсетки, классные штанишки, шортики, мастерки. Ну то есть есть ребята, которые реально идут в волонтёрство, чтобы залутать мерч. Поэтому почему бы и нет. Мои некоторые футболки, допустим, я в какой-то степени коллекционирую что-то и оставляю, а что-то выборочное мой дедуля в районе носит во время синокоса. Прикольные мерчобы в футболке. Чем вообще волонтёрство вам помогло в жизни? Есть ли такое, что я до того, как я стал волонтёром, я во время, после. Как вам волонтёрство отразилось в целом? На самом деле волонтёрство не сильно отразилось на мне самой, потому что я не сильно поменялась. Возможно, я стала чуть-чуть активнее, чуть позитивнее от такого рода деятельности. Но единственное, что во мне, даже не во мне поменялось, а в моём окружении, то что я познакомилась с большим количеством людей, я познакомилась с ребятами, разделяющими моё мнение, мои какие-то интересы. И вот это тоже, на самом деле, такая большая, к слову, выгода от работы волонтёра, потому что есть ребята, которые знакомятся с людьми, и многие из них поддерживают себя в любом начинании, в твоих интересах, в любых достижениях. И если ты просто позвонишь им и скажешь, вот, поможете мне что-то сделать, тогда вообще без проблем. И вот это тоже очень классно. В общем, как нас Катюша позовала? Вот. То есть, когда ты знакомишься с людьми, и вот так вот просто зовёшь их, они такие, да, вообще без проблем, с радостью. Это тоже очень много стоит и много значит. Вот как мне. Волонтёру лёгкий на подъём, я заметила. Да. Я буквально писала на этой неделе ему. Как изменилась, изменилась ли твоя жизнь до волонтёра и после? Вот ты с 14 лет начала волонтёру. Как это вообще отразилось на твоей личности? Никак? Я могу сказать, что… Вообще волонтёрство – это классный нетворкинг. Допустим, участвуя в каком-то мероприятии, ты знакомишься с разными интересными людьми из разных географических точек. Допустим, у меня подружка из Архангельска, мы с ней познакомились на мероприятии и есть такая тенденция, что мы с ней видимся намного чаще, чем с некоторыми друзьями из Якутска, потому что буквально в декабре я была в Москве, и она тоже приехала в те же даты, правда, на выставку на ВДНХ. Да, премия «Мы вместе», которая ежегодно проводится. Это вообще как апогей вообще волонтёрской деятельности, туда грезит мечта попасть в каждый волонтёр. И вот, мы с ней виделись на мероприятии в Казани, в Москве, познакомились во Владивостоке, и я сейчас очень жду её в Якутии. Я прям очень готовлюсь, хочу показать ленские столбы по всем достопримечательностям Якутии, якутска. Сводить так, что это классная возможность, если вы ищете новые знакомства, ищите друзей по переписке, так что дерзайте. Вообще очень круто. У меня есть классная история, я бы очень хотела ей поделиться. Во время мероприятия, если не ошибаюсь, это международный турнир по масс-рестлингу. Вообще там приехали из разных стран спортсмена, и я была атташе команды из Аргентины. Под слово «команда», почему я так улыбаюсь, подразумевалось то, что приедет только один атлет, Эдуарда, которому 45 лет, женатый человек, двое детей. Небольшая такая сфотка. Получается, мы познакомились с Эдуарда, он, к сожалению, только на испанском и португальском разговаривал, и мы вдвоём ходили на протяжении двух недель, коммуницировали путём переводчика. В итоге он стал победителем в максимальном весе. Мы ездили вместе на СР, но это всё было организовано. Были в туфелье какого-то министерства. Он попил кумыс, поел оладьи, попробовал утку. То есть ему настолько понравилось в Якутии, а он приезжал уже во второй, в третий раз на данное соревнование, которое ежегодно проводится. И вот когда был чемпионат мира по футболу, и в финале играла Аргентина и Франция, мы с друзьями в моём эфире смотрели матч. И в моменте я, когда уже Аргентина выиграла, пишу, переводя с русского на испанский, моему другу Эдуарду то, что вот, поздравляю! То есть он тоже научил некоторым словам. Когда он выиграл, он благодарил нас, он писал то, что вы мои ангелы, благодаря вам, благодаря вашей поддержке, помощи я смог завоевать данный титул. И до сих пор мы общаемся, уже практически прошло два года. Он меня поздравляет со всеми праздниками, с днём рождения, с Пасхой. То есть очень светлый, классный человек. Поэтому это ещё одно подтверждение, то что волонтерство это не только сходить, получить футболку и классно провести время покушать, но ещё тёплые знакомства, которые будут длиться на протяжении многих-многих лет. Дай Бог когда-нибудь съезжу в Аргентину к Эдуарду в гости. Опишите свою жизнь тремя словами. Можете подумать. Любые три слова. Союзы, предлоги тоже считайте. Я всегда боялась участия, финальных вопросов. Активность, позитив, стремление. Альтруизм, дружба и нетворкинг. Всё, на этом мы заканчиваем этот выпуск подкаста. Надеюсь, вам всем понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть там ещё колокольчик внизу. Вот. С вами была я, Ксюша, Маша и Эржена. Всем спасибо. Я сбила стакан просто. Я сбила стакан просто.